Всем доброго времени суток, меня зовут Евгения и я продолжаю вам рассказывать о парфюмерии, о классных интересных ароматах, которые встречаются мне на моем парфюмерном пути. К сожалению, давно у меня не было видео на канале, я давно не выпускала, было очень много работы, командировок, сейчас вы знаете, такое непростое у нас ковидное время. С одной стороны, с другой стороны, я не прекращаю знакомиться с миром парфюмерии, открывать для себя новые ароматы, новые запахи, новые бренды и поэтому готова продолжать с вами делиться этой новой информацией. О чем же мы поговорим сегодня? Мы поговорим с вами о моей новой новинке, о новом аромате в моем парфюмерном гардеробе и мы с вами его вместе распакуем. Это была для меня покупка не вслепую, я пришла в свой любимый парфюмерный магазин Imagine, у них также есть и офлайн магазин, и онлайн магазин. Это один из лучших, мне кажется, и вообще в принципе единственный, наверное, магазин нишевой парфюмерии у нас в нашей уральской столице, куда всегда можно прийти, получить самую лучшую консультацию и увидеть такой широчайший ассортимент, что просто, честно говоря, всегда разбегаются глаза. Такое, может быть, покажется вам рекламой, с одной стороны, с другой стороны, это не так, просто делюсь своими впечатлениями, потому что сама пользуюсь услугами этого магазина, и мне все очень нравится, просто хочу от души посоветовать. И сегодня мы с вами поговорим о старинном парфюмерном французском доме, который называется Isabea. Прекрасный парфюмерный классический дом с супер женственными, супер цветочными и очень элегантными ароматами. И, к сожалению, почему-то в розничных магазинах а-ля Ревгош, Литуаль, Золотое яблоко, они почему-то не представлены. Но они, я знаю, что есть в интернет-магазинах, есть в каких-то небольших бутиках не представлены нишевые ароматы. Пока я буду распаковывать как раз-таки свою покупочку, я вам расскажу немножко историю этого бренда. Бренд был основан аж в 1924 году при финансовой поддержке господина Ротшильда. Но в 1941 году его выкупила корпорация Герленов, и, к сожалению, Вторую мировую войну этот бренд не пережил и канул в лето, к сожалению. Но мы знаем, что есть такие огромные концерны, как Пануш, которые выкупили как раз-таки этот бренд в 1999 году и сейчас его активно возрождают. Поэтому сейчас мы имеем с вами очень много ароматов этого бренда. Не очень много, а несколько, их всего 5 или 10. Очень классных ароматов, ароматы горденьи, розы, туберозные ароматы, просто потрясающие. Я бы сказала, что это больше классическая французская парфюмерия, очень женственные, очень шлейфовые, цветочные, глубокие ароматы, которые просто покоряют. Мне кажется, они не могут не понравиться и нам с вами, девочкам, ну и противоположному полу в том числе. Хотела обратить ваше внимание на как раз-таки упаковку. Все очень классно девочки делают при упаковке ароматов. Это причем не подарочная упаковка, а просто упаковка при обычной покупке. Так вот выглядит небольшой объем. Здесь у нас с вами должно быть 10 мл. Ароматы вообще, в принципе, 50 и 100 мл. По-моему, они 50 мл. Они сделаны немножко в другом формате, в отличие от 10 мл такой кубической формы. И, по-моему, в 30-е годы как раз-таки эту кубическую форму флаконов, я вам покажу фотографии, разрабатывал очень известный чешский стекольщик. И как раз-таки для современных флаконов они, по-моему, когда возрождали бренд Асабей, они взяли за основу как раз-таки эти кубические флаконы. Но 30-ка, она выглядит и 50-ка немножко по-другому, а 10 мл выглядит более в таком тревел-варианте. Хочу, кстати, обратить внимание здесь вот Асабей Перис, такая наклеечка очень хорошая. Флакон сам прям запакован, очень-очень такая пленка, прям очень-очень плотная. И сам флакон как-то под такую кожу сделан, очень красиво. И даже 10 мл выглядит очень презентабельно, мне кажется, на подарок просто шикарно. Сегодня у нас с вами на рассмотрении аромат Tender Nui, который мне больше всего понравился. Еще там есть аромат Pro Gardenio, он еще более цветочный, еще более женственный и шлейфовый. Возможно, он тоже потом появится в моей парфюмерной коллекции. Но сегодня у нас с вами Tender Nui. Аромат на самом деле вообще не характерный для меня. Я больше люблю какие-то более, так скажем, унисексовые ароматы, более восточные, более пряные, что-то более такое жесткое, так скажем. А этот аромат, он очень женственный, очень сладкий, при этом безумно-безумно шлейфовый. И ароматом просто я после того, как нанесла его на руку, в своем, на руку во время покупки, я просто весь день не отрывала носа от руки, не могла насладиться. Ну вот, как я вам и говорила, вот такой вот флакончик небольшой, 10 мл, мне кажется, вообще идеальный вариант для тех, у кого много ароматов. 10, 20, 30 мл, кстати, напишите, как вы любите, либо если вам аромат нравится, вы хотите сразу ведро, 50 или 100 мл, или у вас много ароматов, и вы любите, как раз когда у вас много маленьких-маленьких флаконов, которые можно, которые не будут застаиваться, да, у вас на парфюмерной полочке, которую вы все полностью с удовольствием используете. Еще раз скажу, что просто потрясающая упаковка, такая вот выдвижная, здесь такое ложе блестящее, из такого атласа сделано классно, и на подарок, мне кажется, также будет идеальный вариант. Упаковочка на 10 мл выглядит вот так, и о чем же, о чем же этот аромат? Не буду вам зачитывать ноты, лучше расскажу свои впечатления. Как я уже говорила, что это аромат очень сладкий, это вообще, в принципе, аромат про миндаль, про такую миндально-молочную историю, при этом очень-очень сладкую. Здесь заявлены миндаль, амбраксан, древесные ноты, но при этом аромат, он такой не попослепательный и не зубодробительный, то есть какие-то же женственные цветочные ноты в нем заложены, которые не дают этому аромату скатиться прямо вот в такую гурманику-гурманику. При этом этот аромат, он действительно сладкий, это такая цветочно-миндальная композиция, он больше подходит, я бы сказала, для очень-очень качественного люкса, и если бы мне сказали, что это какая-то бутиковая линейка, например, того же Lancome, я бы поверила на все 100%. На нишу, наверное, немножко не дотягивает, но при этом хочу сказать, что аромат Tender Nui это просто must-have на зиму, он очень глубокий, очень миндальный, при этом сладкий, тягучий, очень женственный, если вы любите такие ароматы, либо если вы, как я, хотите попробовать, попробовать что-то новое, что-то более женственное, что-то более сладкое, но при этом не супер-супер такое, знаете, сахарное и так далее, то как раз-таки вот вам сюда. Очень удобный формат, 10 мл, буду брать с собой в сумочку, это, мне кажется, вообще идеальный вариант. Вот такая сегодня у нас с вами распаковочка, я покупала этот аромат не вслепую, я пришла в свой любимый магазин, очень много всего перетестила, перепробовала, и вдруг мой взгляд падает как раз-таки на этот бренд, и я вспомнила, что некоторое время назад, год или два, смотрела выпуск на одном парфюмерном канале, и девушка рассказывала, она живет, по-моему, в Нью-Йорке или где-то в Америке, но у нее русскоязычный контент про парфюмерию, причем у нее просто огромная коллекция, она как раз-таки рассказала мне про, ну и нам с вами, рассказала про этот бренд Исабей, поэтому вам тоже советую попробовать, надеюсь, вы найдете где-то, где их можно попробовать, но при этом хочу сказать, что эти ароматы, они достаточно безопасные к покупке вслепую, если вы грешите покупками вслепую, то обратите внимание на этот бренд, они очень цветочные, они понятные, при этом многогранные и очень женственные шлейфовые. Ну что же, друзья, на этом все, я надеюсь, что вам было интересно познакомиться с новым брендом, о нем не так часто говорят на ютубе, поэтому мне показалось, что это будет очень интересная тема и поздравляю себя с новиночкой и вам желаю открывать для себя что-то новое, новые парфюмерные открытия делать, но при этом помните, яд от лекарства отличает только доза, поэтому не перебарщивайте с концентрацией ароматов, когда наносите на себя, вокруг вас есть и другие люди. Всем хорошего дня, пока-пока! И вот, я думаю, что это полностью не достается и внутри в ложе, в таком обшитом шелком лежит аромат, такое ложе красивое, очень презентабельно выглядит, очень красиво, очень достойно, дорого, эффектно. Ну и сам аромат, это 10 мл, как я уже говорила, Eau de Parfum, аромат Tender Me, более объемные флаконы выглядят по-другому, тоже очень красивые, покажу вам обязательно, добавлю к этому видео, как выглядит полноразмерный флакон. А 10 мл, мне кажется, очень удобно брать с собой в дорогу, в сумочку, чтобы обновлять аромат, когда это захочется. Tender Nui и Sabe.